Здравствуйте! Это телепередача Мастерская и я ее ведущий Чих Монтарас. В данном выпуске мы поговорим о поводочных материалах, обсудим какие бывают основные виды, для каких условий, какие поводки с ними делать и как правильно использовать. Так, что такое поводочный материал? Это некий участок, состоящий из шнура. Шнур состоит из различных волокон, нитевых волокон. В некоторых шнурах их там 8, 12 бывают микроволокон, в некоторых меньше, около 6-4. Основные виды поводочных материалов для карпа это мягкий материал плетеный, материал в мягкой оплетке, материал в жесткой оплетке и дальше уже идут лесочные и флюорокарбоновые материалы, а также композитные материалы, состоящие из лески и флюорокарбоновым покрытием. Самый востребованный и самый, наверное, универсальный материал это мягкий материал. Сейчас я покажу вам некоторые поводки, сделанные с мягким материалом, а также как он выглядит. 25 лб разрывная нагрузка материала, вы видите, он такого темно-сероватого цвета. Самый главный минус поводочных материалов в мягкой оплетке это в том, что они не защищены при эксплуатации в жестких условиях. Если вы, допустим, рыбачите там, где есть коряги, ракушки или там, где есть еще что-то острое на дне, вы можете легко порезать материал. Если у рыбы бывают такие случаи, когда карп клюет и начинает разворачиваться, переворачиваться и своим спинным плавником, очень острым, кстати, он может легко срезать не только поводочный материал мягкий, но и сам, в принципе, легко. В моей практике такие случаи, к сожалению, бывали и поэтому имеет место быть. Еще одним минусом мягкого материала является тот момент, когда вы забрасываете вашу оснастку, в момент полета мягкий материал очень сильно путается. Если вы делаете резкий, сильный бросок на дальнюю дистанцию, допустим, 100 плюс, 100 метров и дальше, мягкий материал может легко запутаться, поэтому в этом случае с ним можно быть максимально аккуратным. Либо же использовать поводок, к поводку добавлять маленькую ПВАшку, либо же по определенному крепить его, либо же, допустим, при рыбалке с флэт фидером, с кормушкой флэт, затрамбовать его вовнутрь, чтобы он не путался при забросе. Но его плюсы, как по мне, намного переигрывают его минусы. Самый главный плюс мягкого материала – это его максимальная естественность и это максимальная природность и естественность поведения монтажа на дне. Рыба, когда подплывает и начинает рассматривать саму насадку, присматриваться к ней, она не всегда ее сразу атакует, не всегда идет такой резкий удар, как у хищника, допустим, агрессивный удар, когда хищник замечает колеблющуюся, допустим, приманку или еще какую-то приманку, которая идет в толще воды, она ее просто атакует, потому что там максимально разряжает ее в данный момент. Карп иногда тоже максимально атакует вашу насадку и даже там сам флет, бывали случаи, когда флет, кормушка флет залетала в ротовую полость рыбе, то есть он как хищник атакует. В принципе, весной и осенью бывают случаи поимки карпа на силиконовую, допустим, приманку или же там на какую-то блесну, он не всегда атакует так бойл или любую другую приманку. Иногда он присматривается к ней, я в прошлых выпусках показывал, как бывает, лежит, допустим, горсть прикормки на дне, он подплывает, всасывает, выплевывает, всасывает, выплевывает и смотрит, как ведут себя элементы, находящиеся вокруг ваших прикормок и ваших насадок. Элемент поводка, элемент лески, элемент, допустим, грузила, элемент насадки, как максимально естественно он себя ведет, отпрыгивает ли он, подпрыгивает ли он или лежит на дне камнем. Поэтому мягкий материал, он позволяет максимально естественно приманке вести себя на дне. Поэтому чаще всего я использую в своих рыбалках мягкий материал, потому что он действительно очень интересен и эффективен. Вот, например, крючочек, точнее, монтаж с мягким материалом. Небольшой длины поводок около 15, может быть, 16-17 сантиметров. Крючок банан, видите, в данном случае это Крэнк, модель Крэнк от компании Корда. Здесь есть элемент колечко и небольшой волос, где-то на 16 или 18 миллиметров приманку. Зачем использовать колечко, мы поговорим в третьей программе, в элементах монтажей приманок. В данном случае я вам просто показываю, как выглядит мягкий материал с вашей презентации. Вот, допустим, в этом поводке, который мы тоже рассматривали, мягкий поводочный материал, очень естественно он себя ведет на дне и будет работать очень эффективно. Поэтому, в принципе, если, я не знаю, что вы используете в качестве основного материала, но если вы не используете мягкий материал, то обязательно обзаведитесь парочкой видов и пробуйте, экспериментируйте. Думаю, результативность ваших рыбалок возвысится в разы. Есть несколько видов, наверное, мягких материалов, которые более плотные и более пушистые. Вот пушистость материала мягкого – это определенный тоже минус. Потому что, когда ты работаешь, допустим, с маленькими крючками, которые имеют маленькое ушко, и в него дважды попасть мягким материалом иногда является сложно. Почему дважды? Потому что вы берете крючок, сначала продеваете материал, потом начинаете обматывать в круг крючка, делать восемь витков, а потом этот поводочный материал опять просовываете в ушко. И вот второй раз уже в маленькое ушко вы, скорее всего, не попадете, потому что пушистость мягкого материала, она иногда играет просто злую роль в этом виде монтажа. Вот видите? Материал пушистый. И с маленькими оснастками, с маленькими крючками иногда просто нет возможности связать нормально поводок. Поэтому для таких целей я использую другие материалы. Сейчас я вам про них расскажу. Этот поводочный материал также, в принципе, можно отнести к мягкому. Единственное, что у него более плотная основа. То есть он, либо у него какие-то волокна более жесткие, с которых он сделан, либо он покрыт каким-то легким покрытием защитным. Потому что если сравнить мягкость этого материала, мягкость этого и мягкость этого, то этот немножко жестче. Ну, в принципе, он относится также к мягким материалам. Неплохой вариант. Следующий, очень универсальный и очень эффективный вид поводочных материалов. Это поводочный материал в оплетке, но в легкой, не в толстой оплетке. Если сравнить, мы сейчас попытаемся сравнить два материала, являются немножко разными. Вот этот светлый материал, он выглядит чуть тоньше. Конечно, на картинке, может, это и не будет сильно заметно, но вживую, если смотреть на эти два материала, то он действительно выглядит чуть тоньше за счет того, что у него более облегченная и уменьшенная толщина оплетки, которая является некоторым защитным слоем поверх основного материала. Поверх данного материала, видите, снимая оплетку, сейчас я постараюсь максимально для вас удобно показать, снимая оплетку, мы получаем основной материал, который находится внутри, непосредственно сам материал. И в данном материале светлого плана, ультра скин от Гарнера, у него более тонкая как основа, так и сама оплетка. Это является очень крутым моментом, потому что при одинаковой толщине мы получаем более облегченный материал, который, в принципе, при рыбалке, при эксплуатации будет на порядок лучше, чем более толстый материал. С ним более удобным является элемент работы. Сейчас я покажу несколько моделей поводков, сделанных непосредственно на таких материалах. Смотрите, поводочный материал в оплетке. На участке где-то трех сантиметров до непосредственного крючка снята оплетка. Крючок привязан к ушку. Данный крючок с шурупом. Насадка крепится на шуруп. Мы более детально в следующей программе разберем тему крепления насадок. Зачем снимается оплетка? Это делается для того, чтобы освободить участок возле крючка и очень эффективен монтаж с использованием плавающих насадок. Опять же, возле крючка есть несколько сантиметров мягкого материала, которые позволяют более естественно двигаться к крючку в момент всасывания рыбы. То есть рыба быстрее засосет его и также не заметит элемента присутствия вот этой защитной оболочки. Потому что жесткий материал рыба чувствует. Когда рыба максимально осторожна, она ощущает жесткость материала. И более жесткие материалы в таких моментах плохо срабатывают. Поэтому для максимально осторожной рыбы лучше использовать мягкий материал. Потому что чувствительность конечной оснастки, она играет очень большую роль. Сейчас еще покажу несколько. Вот это, допустим, более жесткий материал. Видите, также снята оплетка на расстоянии 3 сантиметров до крючка. В месте снятия оплетки поставлена дробинка для того, чтобы крючок был подгружен. То есть вот так он будет выглядеть на дне с плавающей насадкой. Она будет поднимать крючок, не будет топорщить весь материал. Он не будет подниматься, будет лежать плотно на дне. Дробинка будет его прижимать. Поводок будет стоять вот так вот. Ну, это, конечно, если будет плавать приманка. Вот также поводочный материал со снятой оплеткой. Вы видите, что... Ну, участок здесь довольно много оплетки снято. Это, в принципе, не сильно правильный вариант. Это просто я вам показываю, чтобы вы могли понять и сравнить основной материал, который находится внутри оплетки. Видите, здесь он более грубый, более такой пушистый, более, в принципе, толстый, нежели в данном варианте, который я показывал вторым, и в первом варианте, где очень мягкая, в принципе, основа. Оплетку желательно снимать, желательно снимать не только возле крючка, не только освобождать вот эти там 3-4 сантиметра, или же там, может быть, 5, кто как делает, кому как удобно. Я еще освобождаю участок оплетки возле петли, которая крепится возле... на сам лидкор, на застежку, там, ну, неважно, которая уже идет первой после вашей оснастки. Зачем снимать оплетку здесь? Иногда бывает в процессе рыбалки всплывают несколько моментов. Первый, что поводок, сделанный с оплеткой полностью, когда петля сделана с оплеткой, она перетирается и перегорает при рывках сильной рыбы. На моей практике такое случалось, когда клюет тяжелая рыба, очень сильная и мощная, и даже я не успеваю еще ее засечь. В момент максимальной нагрузки, когда она колется крючком, она, ну, как бы, в голове проходит дикий импульсный такой взрыв, и это ее, как бы, первое мощное движение, которое она совершает в сторону, убегая. В этот момент вот эта точка может быть, как бы, точкой преломления. Она может порваться, поводок может порваться в этой точке. Поэтому, в принципе, со временем я пришел к тому, что желательно снять оплетку здесь, и мы не получим пережигание при поклевке или же при вываживании. Но мы получим другой минусовый момент, это когда идет заброс. В этом месте, благодаря тому, что жесткость поводка уменьшена, поводок сам может путаться. Поэтому в процессе эксплуатации, если будете снимать оплетку, то смотрите над тем, как правильно у вас летит поводок и как правильно он ложится на дно. Если он начинает путаться, то лучше не вяжите. Что-то где-то у вас не сходится, поэтому лучше так не делать. В принципе, я делаю, так как с опытом я уже, в принципе, выработал некоторую последовательность сбора монтажа, и мне, в принципе, этот момент мне подходит и меня устраивает. Очень важным моментом является прямолинейность поводка, потому что, вы видите, все жесткие материалы, они крутятся. Так же самое, как если взять лидкор, ой, не лидкор, а флюорокарбон. Флюорокарбон будет так же само крутиться, потому что есть некая жесткость из-за вот этой оплетки. Что может помочь? Нужно участок материала подержать над паром, не опускать его в воду, ничего. Просто выпрямить в своих руках и вот поводить над теплым паром, над кипятком. Я налил сейчас только закипевшую воду с чайника в стакан, и сейчас вот мы немножко поводим, и я вам покажу, какая будет разница между вот стандартным крученным материалом и подержанным над паром. Вот мы немножко поводили, наверное, с полминутки над паром, и сейчас посмотрим, насколько изменилась вот эта искривленность поводочного материала. О, вот, видите? Вот, смотрите. Вот стандартная скрутка, снятая только с бобины. Видите, очень сильно крутится. И вот участок, который мы выпрямляли над паром. Он стал прямым. Это очень важно, потому что, если этого не сделать, то, допустим, то, чтобы в поводочнице подержали поводок, это, конечно, хорошо и круто. Но когда вы его снимете, он опять же будет такими петлями идти, и потом эти же петли будут на дне. И если рыба будет не сильно, как бы, такой реактивной, агрессивной и хорошо к вам настроенной, и вы можете просто не поймать. Потому что все тонкости и все моменты основные кроются в мелочах. Соблюдение всех мелочей безукоризненно, оно дает, по факту, результат, на который мы все рассчитываем. Так же самое нужно делать с флюорокарбоном, потому что он еще большими петлями идет. Так, это важно. Мы сейчас поговорили про основные поводочные материалы плетеные. Это мягкие, с разной текстурой. Некоторые из них более жесткие существуют, некоторые более мягкие, пушистые. Оплёточные, опять же, более мягкие, более жесткие. И сейчас мы поговорим про другие материалы, которые существуют. Например, для оснастки Чудрик используется флюорокарбоновый материал. А также можно для вот такого коротенького поводка использовать жесткий оплёточный материал. Он так и называется. Допустим, Чудскин. Жесткий материал в оплётке с очень жесткой, текстурой и основой. Его также можно использовать для поводка Чудрик. Здесь идет короткий поводочек сантиметра 3. Иногда можно ставить, допустим, 5 сантиметров, неважно. В прошлом программе я показывал, как он работает. Идет основная линия лидкора с грузилом, допустим, с вашей оснасткой. Поводочек, благодаря плавающей приманке, плавающей приманке будет стоять на дном вот так вот. Вот сейчас над бобинкой, чтобы было лучше видно, будет стоять подобным образом. Благодаря флюорокарбону мы получаем жесткость материала, чтобы он не был мягким, чтобы он не путался, чтобы вот эти 3 или 5 сантиметров не путались в момент заброса. Вы получаете жесткую основу. Также преимущество флюорокарбона в том, что рыба меньше видит сам материал на дне. Сейчас я вам покажу другие поводки, сделанные на основе флюорокарбона. В частности, вот такой поводочек. Вы видите. Длина порядка 20 сантиметров. Жесткий флюорокарбон. Сама приманка крепится на вот таком монтаже. Вот эта петличка, грубо говоря, D-Rig, сделанный с флюорокарбоном. А насадка крепится на резиночку. Резиночка, в свою очередь, на вертлюжок. Также вот здесь подобный монтаж. В принципе, даже не подобный, а такой же самый, просто иначе сделана петелька более большой. Флюорокарбон. Здесь немножко свинцовой пасты. Две петельки. Место крепления насадки. И еще есть один монтажик, который очень часто используют рыболовы. Это комби-монтаж, сделанный вместе с флюорокарбоном. Смысл комби-монтажа в том, что одна деталь поводка делается с флюорокарбона, вторая деталь поводка делается с мягкого материала. Флюорокарбон обеспечивает жесткость некую, то есть монтаж будет прижат ко дну. Вместо стыка используется маленький вертлюжок. У меня, к сожалению, не было маленького, поэтому пришлось для программы сделать на большом. Это неправильно. Лучше использовать маленькие вертлюжки размером, по-моему, 12 или 10. Мини-свиллс, они так и называются. Большие не очень эффективно смотрятся. Связываете жесткий материал с вертлюжочком. К второму концу вертлюжка привязываете мягкий материал, на который уже непосредственно крепится любой крючок, в принципе, без разницы какой, и крепится сама насадка на волос. В данном случае это крючок в форме банан с маленьким волосом, под маленький попапчик 10-го размера. Прелесть комби-монтажей – это в том, что одна часть позволяет максимально сделать максимальный выброс, максимальный заброс оснастки, то есть помогает избежать момент запутывания. Вторая часть помогает избежать момент осторожной рыбы. За счет мягкого материала поводочек очень хорошо двигается вокруг своей оси, грубо говоря. И если вы используете плавающую насадку, он также будет подниматься на вот это расстояние. То есть сама жесткая основа будет лежать на дне, поводок будет приподнят вот на такой уровень. Как раз то, что достаточно по всем правилам и канонам карпфишинга. Следующий поводочный материал, который можно использовать для своих оснасток, это в принципе обычная, либо обычная леска, которую вы используете как в качестве основного материала, светлого цвета или же темного цвета, либо же леска с флюорокарбоновым покрытием. В данном случае это леска с флюорокарбоновым покрытием, видите. Очень тонкая основа, честно не помню какой диаметр, но действительно тонкий. На нем же сделан, с такого же материала сделан волос, как бы крючок используется в банан. В чем преимущество таких материалов? Это в тонкости, потому что флюорокарбон это в принципе, хоть он и не заметен для рыбы, в принципе не заметен для рыбы, но основное количество флюорокарбона, который используют рыболовые, это диаметром от 0,3 мм до 0,50, 0,45, 0,47 мм. Поэтому в принципе это довольно-таки толстые материалы. Леска позволяет использовать и 0,25, 0,28 и 0,3 диаметр, смотря какую рыбу вы ловите, в каких условиях вы рыбачите. Следующий поводочный материал, который вы можете использовать для своих оснасток, это в принципе обычный шнур. Смотрите, в карповой ловле у основного количества материалов, в принципе даже не основного, у всех материалов, которые есть, нету такого как бы явного диаметра. Существует просто разрывная нагрузка, которая является некоторым критерием диаметра. 15 лб, 25 лб и допустим 30 лб у некоторых компаний. Это и является толщиной. То есть никто не пишет, что допустим мягкий материал 25 лб, он имеет диаметр там 0,23 мм. Такого нету понятия, никто не указывает. Или же там, что материал в оплетке 25 лб имеет диаметр там 0,3 мм. Такого нету. Поэтому все ориентируются чисто на разрывную нагрузку, которая и является мерилом диаметра, мерилом толщины материала. Иногда это немножко путает и сбивает в толку. Иногда бывают моменты, когда рыба не клюет. Есть история от одного нашего клиента, который жаловался, и мы с ним проводили некоторый разбор ситуации. Он стоял, рыбачил вместе со своим товарищем. Рыбачили они в одном месте, в одном месте. Стояли рядом, забрасывали в принципе тоже. В одном месте оснастки были рядом. Но товарищ ловил, его товарищ ловил, а мой товарищ не ловил. И мы как бы начали разбирать, в чем причина. Думаю, вы на своих рыболовных практиках с таким тоже сталкивались, когда вроде бы вы ловите в одном месте, с ним одни и те же оснастки, но все одно и то же, корм один и те же, насадки одни и те же. Но один ловит, второй не ловит. Всегда есть какой-то ответ. Ответ может заключаться как вместе. Оно может в принципе по береговой линии быть одинаковым, но на дне быть разным. А также ответ иногда может заключаться в оснастках. Вот у его товарища поводочный материал был с обычного шнура диаметром 0,14 мм. То есть 0,14 мм это наверняка тоньше, чем 15-лбовый материал. И за счет вот этого момента, то что материал был тоньше и мягче, он перелавливал своего товарища, у которого поводочный материал был 25-лб. 25-лб проигрывал обычному материалу в оплетке диаметром 0,14 мм. Поэтому всегда имейте в своем арсенале бобинку шнура, небольшую бобинку диаметром 0,12-0,14 мм. Иногда вам это может пригодиться и сыграть какую-то пользу. Потому что не дай бог у вас будет такой момент и ответ можно найти в этом решении. В принципе это все поводочные материалы, которые в основном используют на рыбалках. И этого как бы достаточно. Имея в своем арсенале данные материалы, вы сможете рыбачить эффективно и плодотворно.